привет я роман душкина наушно-просветитель сан канале душкин объяснит и сегодня объясняю функциональное программирование прошлый раз мы изучили что такое изоморфные типы видео сейчас будет здесь ссылка на него и сегодня я хочу показать прям непосредственно как изоморфные типы применяются на практике действительно достаточно сложная концепция что такое изоморфный тип не очень понятно в других эзотерических языках программирования такого вроде как нету а вот в хаскеле есть и поэтому давайте посмотрим как вообще это может быть полезно я сегодня приведу пример такого так скажем не совсем интересного примера но тем не менее вот так вот я сам не очень понимаю чаще сказал но смотрите в общем пример которая сегодня приведу скорее всего вряд ли применим на практике но зато он очень быстро и очень понятный и давайте рассмотрим такое такую штуку как целые числа целые числа сравнимые по модулю это не совсем как бы правильное название но я хочу сказать вот что что в этом как бы типе который мы сейчас определим сравнение будет такое что 3 равно 3 этот true и 3 равно минус 3 тоже true вот так то есть x равен модуль x вот вот такое правило сейчас применим двери не так x равен y тогда и только тогда когда модуль x равен модулю и вот такое правило давайте посмотрим как это выглядит в вот как это можно написать при помощи языка хаскель и так вот у меня есть интерпретатор языка хаскель гхц и которому вы должны уже были привыкнуть надеюсь все видно и загружен модуль с пинт давайте откроем его на редактировать давайте прям так напишем модуль с пинт в и определим new type new с int равно с int то есть мы обернули тип int при помощи конструктора данных с int давайте мы это сохраним и попробуем закроем эту штуку и смотрите видите все скомпилировать у нас появился конструктор с int мы можем сделать с int например 5 вот а у нас нету экземпляра шоу давайте знаете как сделаем так вижу вот мы сделаем мы это еще не изучали но я быстро это сделаю чтобы не было проблем вот если мы делаем ой извиняюсь что такое слышь и так почему плюс 4 извиняюсь так открыть с помощью блокнота вот он деревянка деревянка вот и сейчас мы его вот и теперь с int 5 да вот пожалуйста я сын 5 равно ой сын 5 так теперь смотрите нам нужно определить новые правила нове новое правило сравнения чисел и собственно мы делаем что инстанс что такое инстансы что такое экземпляра классов мы уже изучали ссылка сейчас на это видео будет здесь и мы пишем инстанс эгггг это стандартный класс эквивалентности с int в и собственно мы должны определить что x равен y тогда и только тогда когда abs x равен abs y вот собственно все сохраним этот файл так и у нас ошибка но инстанс форму с int rising from use of abs ага поскольку функция abs она определена в классе ну а то есть в классе целых чисел нам нужно то же самое сделать а почему он вот это делает нам нужно так же определить вот здесь вот это можно сделать вот так и собственно так а не получается немножко подзабыл немножко подзабыл синтаксис языка вот все скобочки нужны были то есть автоматически а ключевое слово deriving deriving она позволяет автоматически вывести экземпляры классов которые мы перечисляем в скобочках если их несколько или просто ставим один идентификатор класса если он один и это автоматическое выведение экземпляра но основан на стандартных правилах которые зашиты в компилятор собственно вот ничего сложного в этом нет и это вот позволяет нам определить стандартный вывод вот этого типа new type as int в виде строки при помощи класса show и определить стандартные функции для класса ну собственно класс апс класс ну содержит функцию апс а то есть модуль и здесь все очень просто вот для new type of автоматический вывод типов он берется просто вот для этого типа который оборачивается конструктором new type а берутся стандартные типы которые мы перечислили в разделе deriving и они используются вот и все вот и для класса show используется еще строка которая обозначает вот этот конструктор данных и сын то есть вы видели что мы написали с int 5 вот здесь сюда и вот он вывел так с 5 ну собственно все давайте мы проверим смотрите 2 равно 2 true а неправильно это обычный класс int теперь посмотрим с int 2 равно с int 2 так почему так долго думает он повис он даже на control c не реагирует а ну да ну да ну да ну да ну да ну да давайте но запустим интерпретатор неправильно совершенно написал я смотрите у нас же с int это обернутый тип и когда я пишу вот так вот x мы должны писать так с int x равно с int y вот вот как мы должны писать то есть abs хотел просто в abs попадал конструктор данных и сын никогда не делайте такую ошибку собственно давайте мы это извиняюсь нет вот ошибочка заглавные строчные буквы в языке хаскель разные так проверяем 2 равно 2 это обычный int true естественно теперь проверяем с int 2 равно с int 2 true вуаля с int 2 равно с int 3 вот то что мы хотели добиться вот это поведение переопределенное поведение на целых числах на множестве целых чисел вот она на экране то есть мы определили что равенство эквивалентность чисел не затрагивает знак этого числа то есть положительные числа равны отрицательным собственно вот эта тема при помощи вот этих простых простейших декларации мы сделали новое поведение вот так вот она работает ну что ж ну что ж друзья надеюсь это было понятно если что-то непонятно задавайте ваши вопросы в комментариях в закрепленном комментарии будет ссылка на вот этот файл который мы сегодня сделали вот этот модуль и также будет ссылка на все остальное смотрите я также вот это вот все вот это вот все сейчас копирую и и вы не видели час копировал значит я копирую и вставляю сюда вот собственно наша программа которую мы написали и я ее делаю красненькой вот так вот вот этот мы сегодня написали такую программу этот модуль доступен вам будет пайли опять же ссылка в закрепленном комментарии и вот эта доска на которой мы сейчас изучали она также я ее приложу в виде изображения в закрепленном комментарии ну что ж ставьте лайк с вами был роман душкин до новых встреч пока до свидания а